youtube я вам здрасте я снова рад приветствовать всех на канале рулем лави итак друзья видео по ситуации да какие новости что сейчас нас происходит с интернетом много сейчас пишут вопросов да по поводу того что я все-таки решил делать с каналом связи с тем что теперь нет монетизации буду ли я выкладывать видосы пойду ли я на яндекс зен и так далее в общем обо всем по порядку значит первое что хочу сказать это по поводу у нас ютуба что я рисую начну с того что сейчас уже есть информация о том что youtube все-таки вернет монетизацию россии когда это будет неизвестно и непонятно но видимо вернется потому что google несет большие потери google несет большие потери из-за того что реклама теперь не крутится гуглская реклама теперь не крутится в россии это огромные потери и вряд ли google пойдет на то чтобы навсегда лишиться такого без сломого куска до прибыли вот поэтому ждем ждем объявления какого-то хотя бы может быть появится информация о том когда монетизация будет доступна и так далее в общем ждем а что касается блокировки ютуба на территории российской федерации в целом я думаю что этого не случится а вот поэтому как бы собственно все нормально на крайний случай по любому можно будет зайти через vpn потому что youtube полностью он никак не закроется а вот а в пен нашу все поэтому зайти мы на youtube я думаю ну конечно нельзя быть уверенным а сейчас чем-то на сто процентов да но на 95 процентов я точно уверен том что на youtube будет жить в целом там монетизация не монетизация это я пока не знаю но пока блокировка никакая полная блокировка youtube не предвидится вот что конкретно меня на ютубе в связи с вышесказанным я решил оставаться на ютубе в плане каком я не буду создавать канал на яндекс дзен объясню почему дело в том что даже если я его сейчас создам я не буду вот в тот скажешь получать на нем монетизацию для того чтобы получить монетизацию на яндексе нужно очень много времени нужно много времени нужно много видео ну нужно много всего не получится так же вот ты засуну анден и сразу все все ковладе ты начинаешь замечать политизации нет у них свои условия и также чтобы собственно как и везде. И они у них довольно-таки сложные. Вот. И вообще, как бы, в целом, Яндекс.Дзен, а у Яндекс.Дзена такие правила, которые не совсем подходят моему каналу, да, моему конкретному каналу. Вот. Поэтому я подумал и решил, что всё-таки на Дзен я не пойду. Вот. Это однозначно. На Рутуб, тем более, потому что, ну, мне Рутуб вообще не нравится, слоб совсем, и там вообще, насколько я знаю, по-моему, вообще нет монетизации. Но, опять же, я даже, честно говоря, и не узнавал, ну, подробно о Рутубе, потому что он мне, ну, просто неинтересен, и, ну, не хочу я на Рутуб. Вот. Сори. Вот. Поэтому встаёмся на Ютубе и ждём решения с вопросом с монетизацией. Что будет пока? Как я буду выкладывать видосы, и буду ли я их выкладывать? Смотрите. Видео выходить на канале всё-таки будут. Но, теперь по графику я немножечко буду меньше выпускать видосов. Как меньше? Смотрите. Если у меня в последнее время в основном выходило где-то одно видео через день, соответственно, где-то три видео в неделю, то теперь это будет где-то один, может быть, иногда два видео в неделю. Это первое. Второе. Я теперь не буду заморачиваться, по крайней мере, пока, пока всё не нормализуется и не вернётся монетизация на Ютуб, я не буду заморачиваться в плане монтажа. Видео будут сниматься одним дублем, без обработки, без монтажа. То есть, таким образом я минимизирую потери, которые я терплю из-за того, что лишился монетизации. Я компенсирую это своим собственным временем и своим собственным трудом. Мне сейчас нет прикола тратить время на монтаж, на обработку и на какие-то ещё вещи для Ютуба. Поэтому теперь видео будут максимально простыми, максимально простыми для меня в плане производства. Вот. Но они будут, они будут реже, но они будут. Сейчас у меня есть в наличии два видео, которые были записаны ещё 3 марта, ещё до того, как всё это началось на Ютубе. И поэтому они будут, конечно, выложены. Они будут выложены, либо завтра, либо послезавтра я выпущу видео про Кубик Рубика. Многие ждали, поэтому, друзья, видос будет. А значит, когда, там, через какие-то, может быть, через 5 дней после выхода этого видео, я выложу видео с Александром Ганниным. Там будет выпуск, там мы подняли довольно интересную тему об одной из проблем, которые случаются у нас с людьми с ограниченными возможностями. Вот. Неплохой видос. Тоже я надеюсь, что многим из вас понравится. Вот такие вот, ребят, дела и новости по поводу Ютуба. Пока вот так. А-а-а, вот. Ещё, да, по поводу Ютуба. Ещё по поводу Ютуба, это то, что в связи, опять же, со всеми этими событиями, я всё-таки решил, что я включу кнопку спонсорства на канале. А-а, у меня была такая мысль ещё до того, как всё это началось. А-а, я хотел туда выгружать, а-а-а, то есть, как работает кнопка спонсорства на Ютубе. А-а-а, вы нажимаете, а-а, рядом с кнопкой подписаться, будет кнопка спонсор, спонсировать. А вы нажимаете эту кнопку и оформляете подписку. А-а-а, ежемесячную у вас автоматом будут с вашей карты сниматься, а-а-а, там, какие-то деньги, определенные суммы. А-а-а, там, 99 рублей, есть подписи, а-а-а, там, разные тарифы. А-а-а, вот. И, а-а-а, я поставлю самую минимальную сумму, какую там можно будет поставить. А-а-а, вот. А-а-а, и в этот раз, э-э-э, то есть, как бы, м-м-м-м, человек, который подпис, ну, оформил спонсорскую подписку на каком-либо канале, он получает за это бонус. То есть, какой-то дополнительный контент, который не видят остальные, э-э-э, подписчики, а видят только те люди, которые, э-э, оформили спонсорскую подписку на этого блогера. Вот. Что я буду выкладывать в этот раздел, да, то есть, ну, что-то нужно, нужны какие-то бонусы для этого, для спонсирования, да, для спонсорства канала. У меня, конечно же, это будет видео из категории 18+. Вот. Так что, друзья, простите, извините, но те, у кого не будет спонсорской подписки, теперь видео на 18+, на тем 18+, к сожалению, не увидят. Вот. Поэтому, ну, вот как-то так, друзья, как-то так. М-м-м, такая ситуация, такое положение, как бы, как-то так. Вот. Приходится. Приходится. Опять же скажу, что у меня даже до всех этих проблем с монетизацией уже была такая мысль. Но сейчас уже сомнений не остаётся, а спонсорство будет подключено на канал. Это никого ни к чему не обязывает, да, каждый решает сам, хочет человек, значит, он оформляет спонсорскую подписку, не хочет, не оформляет. Я без понятия, сколько человек на моём канале её оформит, может, три, может, два, может, один, может, ни одного, я не знаю. То есть, это, как бы, ну, как будет, так и будет. То есть, я никого не призываю там оформлять, да, или что-то такое. Каждый решает за себя сам. Вот. Оно будет. Кто захочет, тот воспользуется. Кто не захочет, тот не воспользуется. Без проблем. Нет никаких на эту тему, там, обид и так далее. Вообще никаких вопросов. Вот. Идём дальше. По Ютубу это всё. А теперь по поводу ТикТока. С пятого, не шестого, я уже не помню, числа, но с пятого, ТикТок запретил загружать видео людям из России. Они просто не загружаются. То есть, вы из черновика выбираете видео, оно как бы, вы его пытаетесь публиковать, оно как бы идёт, 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 идёт загрузка, и обратно вскидывается в черновик. Вот. А при этом никаких объявлений, никаких, как бы, ну, ошибки никакой, ничего не выдаёт. Оно просто сбрасывается в черновик. Ну, и как бы, всем разослали объявление общее на аккаунт о том, что из вашего региона временно теперь нельзя загружать видосы и бла-бла-бла. Но, как я уже говорил в предыдущем видео про санкции, для русского человека запреты это ничто. Наши русские народные умельцы уже нашли как минимум два способа, как обойти данную блокировку и как-таки всё-таки загрузить видео на ТикТок. Поэтому, в принципе, да, это костыли, да, это определённые заморочки, но теоретически на ТикТок можно продолжать выкладывать видосы, и я буду продолжать выкладывать видосы, наверное, с завтрашнего дня. Вот. Так что, ребят, ТикТок живи. Вот. Что значит у нас дальше? Дальше поговорим про Инстаграм, Фейсбук, вот это вот всё. Вот что относится к объединению Мета. Вроде как говорят, что якобы всё это будет закрыто. Но пока, как бы, официальных, конкретных заявлений от Меты никаких нет. Они что сделали? Они как бы вычищают постоянно Фейсбук, в плане там фейковых новостей, агрессии, вот это вот всё. Всё это поудалялось. Наконец-то, слава тебе, Господи. Кстати, забыл по поводу ТикТока сказать. А в ТикТоке очень хорошо всё вычистили. Вот за это просто вот, просто вот такой вот респект ТикТоку. Вот такой респект, потому что ТикТок в этом плане абсолютные красавчики, абсолютные молодцы. Да, мы, блогеры, всё время злимся на ТикТок, да, то, что нас ограничивают постоянно, вроде бы, как-то я нарушу никаких правил, а твоё видео удаляют и так далее и тому подобное. Но в данной конкретной ситуации ТикТок абсолютно правый. Они вычистили весь негатив в ТикТоке. Весь. Я вот, например, я не знаю, у кого каплю, но вот я сейчас листаю свою ленту. У меня только положительный контент. И в основном только русский контент. Никакого контента больше нет. Никаких там разрушенных домов на Украине, никаких фейков, никакой адресии, ничего. О, красавчики, просто респектую. Молодцы. Вот, говорят, что, значит, вернёмся к метам. Говорят, что на Фейсбуке то же самое. Я в Фейсбуке не сижу, не знаю, ребят. У меня есть аккаунт где-то валяется фейсбушный. Когда-то для какой-то рекламы, что-то там для вебсерфингов регистрирую. Вот, но не захожу, понятия не имею, что там творится. Мне, в принципе, никогда Фейсбук не нравился. Терпеть его не могу и никогда его для себя не рассматриваю. Поэтому, ребят, не знаю. Вот. Но говорят, что он всё-таки грузится, хоть как и не говорят, что его заблокируют. Он работает, всё с ним хорошо. У меня, значит, Инстаграм работает без проблем. Единственное, в Инстаграме закрыли, видимо, из подписок и подписчиков. Вот. Как бы и всё. И в связи с этим, в связи с тем, что я так думаю, что раз они закрыли подписки подписчиков, я думаю, что это говорит о том, что, ну, в целом они не собираются блокировать Инстаграм, потому что не было бы в этом смысла, да, скрывать подписки подписчиков, если бы у них было в планах закрыть Инстаграм вообще. Поэтому я думаю, что он всё-таки будет работать. Худо-бедно, но будет. Вот. Соответственно, и WhatsApp тоже. Потому что WhatsApp, Facebook и Инстаграм — это одно объединение, это метр. Вот. Вот такие, как бы, друзья, новости, вот такие дела, вроде бы, рассказал все основные новости касательно интернета. Вот. Пока как-то так. Поэтому, друзья, продолжаем, продолжаем. Вот. Видосики будут на Ютубе, не переживайте, всё как сказал. Вот. Их будет меньше, да, они будут без обработки, без музыки, без титров и так далее. Но они будут. Вот. Хотя бы одно видео в неделю точно будет. Возможно, два. Вот. Пока идём как-то так. Дальше, друзья, по ситуации. Вот. И да, всё-таки, на всякий случай, друзья, обязательно подпишитесь на мой Телеграм-канал. Бог его знает. Вроде сейчас как всё работает. Работает, а потом бах, и вдруг и не будет, да. У нас останется, по сути, только один Телеграм. Поэтому, друзья, ссылочка на канал Телеграм в описании найдите в Уфобоксе. Вот. И обязательно подпишитесь. Я сейчас Телеграм-канал активно раскачиваю. Постоянно выходят туда посты и касательно ситуации на Украине, и касательно жизни, и приколы, и 18+. Я канал, кстати, переименовал. Вот. Айди-канал остался прежним. Это собака рулем 18+. Вот. Но сам канал переименованный, у него сменена аватарка. Вот. Поэтому он теперь не питается каналом только 18+. Хотя там 18+, контент тоже публикую. Но это общий канал для всего. Вот. Это просто канал в Телеграм. Поэтому залетайте. А там теперь открыты комменты. В комментах, конечно, полный срач происходит. Но это... Сейчас срач везде, к сожалению. Вот. Вот это уже другая тема, другой разговор. Вот. В общем, вы подписывайтесь, главное, друзья, чтобы не потеряться. На Телеграм на всякий случай подпишитесь. Потому что сейчас все вот блогеры, абсолютно все, все рекламируют свои Телеграм-каналы. Все создали качестве резерва. На случай, ну, вдруг что. Вот. Поэтому, друзья, обязательно подпишитесь. А там уже будем рулить по ситуации. Вот. Все. Много сегодня наболтал. Все на этом, друзья. До встречи в следующих видосах. На днях. Завтра, просто завтра. Это где-то будет, получается, 10-11 число. Видос с кубиком Рубика. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok